Почти все школы и детские сады республики готовы к началу учебного года, а лишь в двух средних школах ремонт закончат к зиме. А пока дети будут учиться в близлежащих учебных заведениях. Эти и другие вопросы обсуждались на ежедневном совещании у главы Чувашия. Специальные комиссии в течение лета оценивали готовность школы республики, проверяли систему пожаротушения, оповещения, кнопки тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Особое внимание в этом году уделялось контролю доступа к учебным заведениям, а также наличию современного оборудования в столовых и медицинских кабинетах. 100% школ имеют горячее питание. Только в трех школах у нас нет столовых, стационарных. Но там есть обеденные залы, буфетная система и дети имеют возможность получить питание через привозное. Все школы республики обеспечены необходимыми учебниками, но пока ощущается нехватка педагогических кадров. Вакансий 300 мест. Глава Чувашии поручил Министерству труда и социальной защиты разместить этот список везде, где возможно. Обсудили на еженедельном совещании ход диспансеризации. Сейчас начался второй этап. За четыре года были обследованы более двух третий жителей Чувашии. Активно идет работа и в этом году. В структуре заболеваний по-прежнему на первом месте болезни сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Выросло количество выявленных онкозаболеваний. За семь месяцев 2016 года впервые было выявлено более 16 тысяч в случае хронических заболеваний. Это 13% от всех обследованных. За семь месяцев прошлого года выявлено заболевание было 22 тысячи. Казалось бы, в этом году меньше, но мы связываем это с тем, что это второй крок диспансеризации. И фактически люди проходят диспансеризацию уже второй раз. То есть это те люди, которые проходили диспансеризацию в первом году. То есть у них, если и были выявлены заболевания, они уже поставлены на диспансерный учет. И по сути дела вот эта цифра 16 тысяч – это вновь выявленное заболевание. Еще одна тема совещания – уборочные работы. В Чувашии неплохой урожай зерновых, овощей и картофеля. Уже скошено более 80% площадей. В день убирают до 9 тысяч гектаров. По данным администрации муниципальных районов, в сельхозорганизациях скошено и обмолочено сегодня 234 тысячи гектаров. Это 81,8% от ожидаемой уборочной площади без кукурузы. Более 95% площадей зерновых убрано в Яльческом районе 99,3, в Марпасадском районе 95,6. Урожайность на сегодняшний день в среднем в Кочувашской республике составляет 23,5 центни раз гектара. В прошлом году было 27. В городах республики 20 августа стартовали ярмарки сельхозпродукции «Дары осени». Продавать излишки урожая фермеры и предприятия будут до середины октября. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.